В пункт сдачи ЕГЭ даже в обычном ремне пройти сложно, не говоря уже о телефонах. Металлоискатель чутко реагирует на мельчайшие железные детали, а значит надеяться нужно только на собственные знания. Проверить знания досрочно решили те, у кого не получится сделать это в основной период, а также выпускники прошлых лет. Амиру Горакуеву предстоит серьезная операция через месяц, поэтому он издает экзамен сегодня. Позади русский язык, биология и математика. Основные предметы я выбрал химбиологию, потому что хочу поступить на стоматолога. Я готовился уже на протяжении трех лет с девятого класса, уже целенаправленно выбрал себе профессию. Я упорно готовился именно по этим дум-предметам, химбиологии, но и также русской математикой. Участникам выделили восемь аудиторий, одна из которых для людей с ограниченными возможностями здоровья. Будущие абитуриенты, а это порядка 89 человек, сегодня сдают химию и историю. У ребят три с половиной часа на каждый предмет. И этого времени должно слюхо и хватить для тех, кто основательно подготовился. Сара Бесаева теперь это точно знает. ЕГЭ она уже сдавала в прошлом году. Чтобы поступить в УЗ Мечты, ей не хватило нескольких баллов. Я сдаю химию, так как хочу поступить на хирурга или же на мед. Я готовлю ее в школе с учителями, я готовлю ее с репетиторами. И хотя бы, чтобы пройти, добрать нужное количество баллов. Процедура проведения ЕГЭ в досрочный период ничем не отличается от той, что бывает в основной. Камера в каждой аудитории, передача заданий по защищенной сети в режиме онлайн, федеральные эксперты и региональные специалисты, которые следят за тем, чтобы все было максимально прозрачно. Это уже не традиция, а устоявшиеся правила. Экзамены походят в штатном режиме, без проблем. Организационный момент, мы не разу об этом говорили. Все у нас хорошо организовано на базе шестой школы ПП-406. И оснащенность в аудиториях, и организаторы, которые проходили в свое время тестирование, обучение. И члены государственной комиссии, и федеральные инспекторы, все здесь на месте. Сдача ЕГЭ в досрочный период проходит на 307 пунктах в 84 регионах страны. Досрочный период сдачи начался еще 20 марта. Последние экзамены основного периода ребята сдавали сегодня. Но у тех, кто по различным причинам не смог прийти в это время, впереди еще резервные дни. С 12 по 19 апреля. Тамара Хшагульгова, Джамалейл Султыга, Новости 24.